МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечерний отдых с друзьями довел до комы. В больницу без сознания поступил 39-летний мужчина. Диагностированы ушибы мягких тканей головы и груди, кровоизлияние в мозг. Выяснилось, омича избили на улице Ленина. Возле одного из баров между отдыхающими возник конфликт. Причина – личная неприязнь. От слов оппоненты перешли к действиям. Серьезные удары нанес 24-летний парень. Его противник потерял сознание. Очевидцы пытались привести пострадавшего в чувство, вызвали скорую помощь. Сейчас мужчина пришел в себя, проходит лечение в стационаре. Подозреваемый – житель Любинского района, признал вину на допросе. Ранее задержанный уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Теперь же в уголовном деле значится тяжкий вред. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. На бульваре Мартынова разрисовали граффити, книжные полки с произведениями омских авторов. Первыми об этом сообщили горожане в социальных сетях. Экспозицию в центре города не пытались преобразить стрит-артом. Хулиганы просто испортили изображение странными надписями. Полиции уже известно об инциденте. 29 мая мэр Омска Сергей Шелест принял меры из-за участившихся случаев вандализма. Центральные улицы города патрулируют добровольцы из народных дружин и полицейские. Особый контроль на Ленина, Бударина и Щербанёва. Список теперь, видимо, пополнит и бульвар Мартынова. Напомним, в мае неизвестные разгромились скамейки и сломали саженцы в скейт-парке. Ремонт и дополнительное озеленение провели оперативно. Однако в социальных сетях поднялась волна общественного недовольства. Горожане ратуют за сохранение объектов благоустройства и просят привлекать виновных к ответственности. Жители Левобережья четвертый день сидят без газа. Многоквартирные дома обслуживает компания «Газпром Межрегион Газ Омск». Ресурсники предупреждали о возможных перебоях. Но в объявлении было сказано, неудобство продляться не более двух дней. В некоторых квартирах газ появился. Но многие мячи продолжают жаловаться на его отсутствие. Сетевое издание «Город 55» цитирует местную жительницу. «Не могу приготовить ребенку кашу. Скажите, когда дадут газ?» Конец цитаты. Официальных комментариев 9 июня пока не было. Известно, что на горячую линию компании поступают жалобы от горожан. Оператор уверяет, газовое снабжение восстановят в течение одного дня. Амичи стали чаще болеть с сифилисом, гепатитом и коклюшем. Омскстат опубликовал статистику по региону за первый квартал 2023 года. За это время острые кишечные инфекции диагностировали почти у 2000 человек. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. У 11 амичей выявили гепатит. Показатель увеличился в 5,5 раз. Шестикратный рост заболеваемости коклюшем. За три месяца шесть случаев. Гриппом переболели 150 пациентов. Это втрое больше, чем в 2022. На 10% чаще стали регистрировать случаи сифилиса. Однако есть и положительная динамика. Число больных с острыми инфекциями верхних дыхательных путей уменьшилось на 6,5%. Туберкулез обнаружили у 166 человек. Почти на 2% меньше, чем в прошлом году. В региональном министерстве здравоохранения о мячам рассказали о профилактике опасного недуга. Как в советское время говорит, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Это закаливание ребенка. Это правильное питание. Это соблюдение санитарных норм. Вот такие вот вещи. Убираться в квартире, стирать белье, чтобы оно было чистое. То есть элементарные вещи. Многострадальную гимназию номер 88 могут не успеть отремонтировать в срок. Опасения выразили депутаты Омского городского совета. Напомним, контракт на капремонт здания расторгли в марте этого года. Подрядчик предоставил ложные сведения. Найти нового исполнителя оказалось непросто. Определить победителя удалось с четвертой попытки. Контракт на 163 миллиона рублей получила фирма «Домострой». Ей предстоит усилить фундамент, стены, перегородки, лестницы, отремонтировать площадки, перекрытие, кровлю и фасад. Работы должны завершить до 20 декабря этого года. В горсовете выступил директор департамента образования Ильдар Бекмаев. Предупредил, что точные сроки огласят после формирования актуальной проектно-изыскательной документации. Цитата чиновника. Старый проект нам не подходит. Выявлены новые недостатки. И теперь надо дополнительно работать. Конец цитаты. Отметим, здание школы в 1955 году построили с многочисленными нарушениями. В 2019-м в коридоре обрушился потолок. Объект признали аварийным. 14 омских школ могут закрыть уже в этом году. Причина – капитальный ремонт в рамках федеральной программы развития образования. В учреждениях, которые планируют обновить, обучаются почти 12,5 тысяч детей. На время двухлетнего ремонта их перераспределят по другим заведениям города, сохраняя классы и учительский состав. Однако с точными датами закрытия школ в мэрии пока не определились. На заседании Гурсовета чиновники озвучили три возможных варианта. 1 сентября 2023 года, начало второй четверти, ноябрь текущего года, или 1 января 2024 года. Сроки объявят за два месяца до начала работ. Отметим, подрядчиков на объекты искать еще не начали. В Омске потратят еще 10 миллионов рублей на нанесение дорожной разметки. Мэрия заключила контракт со вторым подрядчиком. Компания ДРСУ-3 приступит к работе 15 июня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Сергей Шелес. Специалистам предстоит нанести разметку на площади более 20 тысяч квадратных метров. Отметим, фирма «Транссигнал» продолжает обозначать пешеходные переходы возле образовательных учреждений и обновлять маркировку на городских магистралях. По плану в этом году новая разметка появится на площади почти 100 тысяч квадратных метров. В следующем году в Омске отремонтируют 8 дорог. Управление дорожного хозяйства и благоустройства заключило контракты на восстановление 11 километров асфальтового полотна. Общая стоимость работ – 688 миллионов рублей. Подрядчики найдены. Магистраль по улице 60 лет Победы отремонтирует компания «Стройтраст». Дорогами на 6-й Шинной и Маяковского займется СПК «Дорстрой». На Волочаевской и на Театральной площади – СФ «Континент». Дорогу на Заозерной и Коммунальной восстановит компания «Сибдор». На улице Омская – Артремстрой. Мэрии сообщили, что некоторые подрядчики планируют начать ремонт раньше срока. Почти полтора миллиарда рублей на поддержку предприятий. Министр промышленности Андрей Пассаженников рассказал о работе профильного комплекса региона. Сейчас Омская область – лидер по Сибири по объему производства. Показатели выросли более чем на 7% в сравнении с прошлым годом. Для развития местных предприятий предусмотрена финансовая поддержка. В 2022 году – почти полтора миллиарда рублей. Деньги распределили на 26 предприятий. По предварительным расчетам в этом году выделят 600 миллионов. Мы сегодня уже объявили ряд конкурсных отборов. У нас сегодня в стадии завершения конкурсный отбор на повышение КППК. Как мы говорим, это по программе конкурентной способности промышленных предприятий. Там сегодня конкурс объявлен на 40 миллионов рублей. Мы объявили конкурс на возмещение части затрат для получения сертификатов. Это таких наших монополистов, как «Газпром», «Роснефть» и так далее. На пресс-конференции обсудили вопрос поддержки научных групп, которые занимаются разработкой новых технологий. Один из центров импортозмещения открыли на базе Омского технического университета. Работают студенты и аспиранты вуза. На качество продукции это не влияет, подчеркнул Андрей Пассаженников. Контракты с лабораторией подписали уже более 30 компаний. Омск не привлекает туристов. Такое мнение выразили депутаты городского совета в ответ на доклад директора Департамента культуры Олега Федоренко. Он подробно рассказал о культурных, экскурсионных и краеведческих туристических программах. Парламентарии, однако, ожидали услышать данные другого характера. Цитата депутата Валерия Студеникина. «У нас комитет по экономическому развитию, а зачитанная информация относится к социальному комитету. Нет никаких сведений по экономической эффективности. Что дает это в казну города?» Конец цитаты. Такое же мнение выразил председатель экономического комитета Алексей Провозин. Участники соседания пришли к выводу, что необходимо разработать специальные критерии для оценки эффективности туристической работы в городе. Амичи отправят гуманитарную помощь жителям Белгорода. Компания «Высокие технологии» подготовила не менее тонны сахара. Сейчас на приграничной территории требуются продукты первой необходимости с долгим сроком хранения. Одно из крупнейших оборонных предприятий Омска поддержало благотворительную патриотическую акцию партии «Единая Россия». Гуманитарный груз отправят 12 июня в День России. Отметим, АО «Высокие технологии» не впервые оказывает поддержку жителям присоединенных и приграничных регионов. Заводчане регулярно принимают участие в сборе необходимых вещей. Как в Омске отметят День России. Этот праздник – один из самых молодых в стране. Связан с принятием декларации о государственном суверенитете Российской Федерации в 1990 году. Амичи на этот раз будут отдыхать три дня – с 10 по 12 июня. Главное место событий – Любинский проспект. Там стартует форум «Россия – это мы». Зрители ждут парад национальностей, фотозоны, ярмарки местных мастеров, выступления артистов. На площади Победы – концерт «Моя страна, моя история, моя судьба». А затем программа «Мы – молодость России». На Соборной площади в торжественной обстановке вручат паспорта 14-летним амичам. Там же пройдет фестиваль «Россия – страна героев». Жители смогут посетить выставку «Безопасный город». Кульминация праздника – вечерний концерт на Соборной площади. Хедлайнер – знаменитая певица, победительница фабрики «Звезд 4» Ирина Дубцова. Она выйдет на сцену в 20.00. В преддверии Дня России омичей предупреждают. С целью проведения праздничных мероприятий с 10 по 13 июня на ряде улиц и площадей будет перекрыто движение всех видов транспорта. Также будет запрещена парковка. В течение этих дней водителям придется корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений. Участникам дорожного движения необходимо строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а участникам мероприятий соблюдать меры личной безопасности. Схему перекрытия движения транспорта вы видите на экране. Ограничения касаются центральных участков – Соборной площади, Площади Победы, Любинского проспекта, улицы Ленина, Скверов Первомайский, Воскресенский, Южно-Театральный и Дзержинского. Омичам предлагают объезды по Интернациональной, Гагариной и проспекту Карла Маркса. Отметим, в местах проведения праздничных мероприятий запретят продажу алкоголя. Контролировать ситуацию будут правоохранители. Редактор субтитров А.Семкин